МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ в студии Екатерина Забенько. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Право силы, противостояние, санкционное мышление. Проблемы дипломатии обсуждают сегодня в Белграде с участием представителей нашей страны. Самый низкий показатель среди стран СНГ. Беларусь оказалась на последней строчке рейтинга по экстремистской деятельности. Первый в мире кодекс о культуре. Депутаты рассмотрели документ, который ударит по черным хопателям. Утраченные памятники в 3D-моделях в Гомеле взялись за возрождение архитектурного наследия. Беларусь готова наращивать свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности Европы. Об этом заявил глава МИД нашей страны на заседании Совета министров иностранных дел государств, участников ОБСЕ. Владимир Макея акцентировал внимание на факторах, которые снижают эффективность ОБСЕ. В межгосударственных отношениях по-прежнему доминирует право силы, противостояние, санкционное мышление. А дипломатия отходит на второй план. В Белград сегодня прибыли главы внешнеполитических ведомств, стран-участниц организаций и партнеров. Фокус их внимания в вопросе урегулирования конфликта в Украине, борьбы с терроризмом и роли ОБСЕ, преодоление миграционного кризиса в Европе. Миграционный кризис в ЕС не оказал существенного влияния на обстановку в Беларуси. Вопросы, касающиеся беженцев, рассматривались сегодня на очередном заседании Палаты представителей. Тема актуальная. Поток вынужденных мигрантов в республику за последнее время возрос. В первую очередь и Сирии, и Рака, и Йемена. Что касается жителей Украины, то за прошлый год и 9 месяцев нынешнего в Беларусь приехало около 150 тысяч граждан из этой страны. Все нововведения в законодательстве – это реакция на изменения в миграционной ситуации во всем мире. Так, предложенный на рассмотрение депутатов документ предусматривает единую процедуру подачи ходатайства о получении статуса беженца. Так же, как ожидается, срок рассмотрения не будет превышать 6 месяцев. Это исключит возможность недобросовенственным просителям, иностранным гражданам, будем говорить необоснованно, пребывая на территории Республики Беларусь. Занесены будут при доработке положения о том, что необходимо будет, мало того, что знание одного из государственных языков Республики Беларусь, так же положение Конституции Республики Беларусь. Также на заседании депутаты одобрили проект лесного кодекса. Новые пункты этого документа позволят заготавливать на 2,5 миллиона кубометров древесины больше и получать более 200 миллиардов рублей дополнительного дохода. Одним из самых обсуждаемых стал проект кодекса о культуре. Аналогов ему нет на всем постсоветском пространстве. В предложенном документе расширяются полномочия меценатов и спонсоров. Усиливается контроль за черными копателями. Рассматривались и вопросы финансовые. Как отметил первый заместитель председателя правления Национального банка, переговоры Беларуси и МВФ о предоставлении кредита могут быть завершены в первом квартале 2016 года. Сегодня у нашей страны складывается успешный диалог с фондом. Миссия, безусловно, оценивала, как я говорю, готовность сближаться, готовность действительно внедрять подходы, которые будут вести к формированию долгосрочного экономического роста, именно долгосрочного, и при этом сохранением финансовой стабильности в стране. Поэтому мы проявили себя готовыми двигаться по этому пути. Поэтому достаточно неплохой диалог складывается с фондом. И сейчас даже заявление фонда о миссии, которая у нас работала совсем недавно, о том, что большой прогресс сделан, и действительно Беларусь готова двигаться по пути сближения позиций. Беларусь. Менее всего в СНГ подвержены экстремистской деятельности. Сегодня в Минске эксперты из разных стран обсудили вопросы национальной безопасности. В прошлом году в нашей стране выявлены единичные факты, которые подпадают под понятие экстремистской деятельности. В том числе это вербовка, финансирование и пропаганда террористических группировок. Сказывается результат активной работы спецслужб. В то же время специалисты предупреждают, что вербовщики используют самые разные способы привлечения молодых людей в террористические группировки. Вербовка идет в социальных сетях прежде всего. К сожалению, молодежь на своих личных страницах в социальных сетях выкладывает о себе такую информацию, которая является избыточной. Вербовщики ИГИЛ пришли в вузы. И я полагаю, не только в российские. Они давным-давно пришли в вузы государств Центральной Азии. Установлены личности, устроивших бойню в Калифорнии. Это семейная пара. Оба выходца из Ближнего Востока. Нападавшие проникли в Центр по образованию помощи лицам с ограниченными возможностями и открыли беспорядочный огонь. Погибли 14 человек, еще 17 ранены. Во время погони стрелявшие были ликвидированы полицейскими. Ранее сообщалось о трех нападавших, но эта информация не подтвердилась. Также полиция склоняется к тому, что произошедшее не было терактом. Мотивом преступления, скорее всего, стал личный конфликт. Известно, что в автомобиле, принадлежавшем нападавшим, были взрывные устройства. Самолет исландских авиалиний готовится к экстренной посадке из-за ЧП на борту. На данный момент лайнер находится в небе над Великобританией и совершает разворот. Известно, что самолет следовал рейсам из исландского города Кефлавика в немецкий Франкфурт. Предположительно, воздушное судно приземлится в аэропорту Глазго. Более детальной информации о произошедшей чрезвычайной ситуации на данный момент не сообщается. Австралия готова увеличить ресурсы для борьбы с террористической группировкой исламских государств в Сирии и Ираке. Об этом заявил премьер-министр страны Малкольм Тернбул. Правда, стоит отметить, что недели ранее он придерживался абсолютно противоположной точки зрения. В частности, политик категорически отверг предложение отправить на Ближний Восток сухопутные войска. Тем временем Великобритания нанесла первые авиаудары по позициям террористической группировки исламского государства в Сирии. Истребители уже вернулись на базу. Ранее британский парламент разрешил королевским ВВС присоединиться к действиям западной коалиции. Столица Греции оказалась практически полностью парализованной из-за всеобщей забастовки. Закрыты государственные и муниципальные учреждения. Остановился общественный транспорт, не работает паромная, железнодорожная и авиасообщения. Стачку поддержали и врачи государственных больниц. Акция протеста проводится в преддверии обсуждения в парламенте бюджета страны на 2016 год. Документ предусматривает новые налоги и серьезные сокращения соцпакетов. А это, по мнению участников протестов, ухудшит уровень жизни населения. Взрыв газа произошел на предприятии по производству автомобильных запчастей в Чехии. По предварительным данным, ранения получили пять человек. Состояние троих медики оценивают как тяжелое. Еще один сотрудник числится пропавшим без вести. Из опасной зоны эвакуированы все работники предприятия. Прилегающие улицы перекрыты. Эксперты не исключают вероятность новых взрывов. На месте ЧП работают 14 бригад пожарных и спасателей. Знаменитого паралимпийца Оскара Писториуса признали виновным в умышленном убийстве подруги. Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на предыдущее решение. Ранее Писториуса признали виновным в непренамеренном убийстве. Он был приговорен к пяти годам заключения. В связи с тем, что статью переквалифицировали, спортсмен, который до сегодняшнего дня находился под домашним арестом, должен будет вернуться в тюрьму. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Мир без барьеров. В нашей стране живет более 500 тысяч людей с ограниченными возможностями. В Международный день инвалидов можно говорить, что их социальная защита – одно из приоритетных направлений государственной политики. В Беларуси работают специализированные медучреждения, внедряются современные технические средства реабилитации, создается безбарьерная среда. Новое направление – инклюзивное образование. При такой форме обучения в классе по одной программе занимаются обычные дети и ребята с особенностями развития. Для введения инклюзивного образования обязательно необходимо создавать специальные условия, то есть учитывать все особенности каждого конкретного ребенка. Одним из таких условий является, например, наличие учителя-дефектолога в инклюзивном классе. В настоящее время у нас ведется работа, довольно поступательная по введению инклюзивного образования. Ведется уже второй год республиканский экспериментальный проект, в котором участвуют 8 учреждений общего среднего образования, это 8 средних школ. Группа энтузиастов в Гомеле возрождает утерянные памятники архитектуры. По сохранившимся описаниям и фотографиям, древний город воссоздают виртуальной реальности. Уже сегодня во всей красе можно увидеть костел. Культовое здание было частью концепции идеального города, который воплощали гомельские зодчие начала 19 века. До наших дней с того времени дошли лишь дворец Румянцевых и Паскевичей, собор святых Петра и Павла. Еще одна возрожденная утрата центра Гомеля – пожарное депо в стиле модерн. Если материалы были бы все и сразу, было бы гораздо быстрее. А это больше такая историческая, научная работа. Приходится сначала огромную базу находить этих элементов и только потом это переносить в 3D. Наша задумка в том, как, первое, это нагадать гомельчанам об том, что у них была довольно интересная историческая площадка, которая получила свое развитие с начала 19-го года. Другое, это подумать, что можно использовать это на працалке при реконструкции площадки в будущем. Молодые архитекторы надеются, что созданные ими 3D-модели станут началом возрождения исторического облика Гомеля. Многие здания сегодня можно и нужно воссоздавать. Отличный пример тому – городская ратуша Минска. И последнее. В Нью-Йорке зажглись огни на главной рождественской елке. Дерево установили на площади Рокфеллер-Плаза. Ель высотой 7-этажный дом и весом 10 тонн украсили гирлянды и 45 тысяч лампочек. А на верхушке установили хрустальную звезду. В церемонии приняли участие музыкальные группы, кардебалеты и танцоры. Такова информация на этот час. Далее спортивное обозрение Дениса Гончаренко. Звоните и делитесь своими новостями по телефону «Горячей линии». 290-66-00 или 1-600-700. Следующий информационный выпуск в 19.30. Всего доброго.